Восьмая глава Евангелия от Иоанна Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, — Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши той и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, — Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала, — Никто, Господи. И Иисус сказал ей, — И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, — Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, — Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно. Иисус сказал им в ответ, — Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду, вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно, я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему, — Где твой Отец? Иисус отвечал, — Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, — Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. — Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, — Неужели Он убьет сам себя, что говорит, — Куда Я иду, вы не можете прийти? Он сказал им, — Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему, — Кто же ты? И Иисус сказал им, — От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, — Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, — Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, — Мы семья Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им, — Истинно, истинно говорю вам, — Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семья Авраамова, однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему ответ, — Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, — Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего? Это сказали ему. Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, — Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога ишел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали Ему, — Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? И Иисус отвечал, — Во Мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, Я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали Ему, — Теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки, а ты, говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше Отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? И Иисус отвечал, — Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя — ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он — Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть День Мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали Ему иудеи, — Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама? И Иисус сказал им, — Истинно, истинно, говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Иисус скрылся и вышел из храма.